Бегу-бегу! Бегу, ёлы-палы! Фух, успел! Вечеринка с фейерверками уже в игре! В этом видео мы разберем с тобой подробно, как поучаствовать в ней, какие задания нужно выполнять каждый день, ну и, конечно, награды, что ты можешь получить за участие в этом событии. Погнали! Улыбочку! Готов был! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать в фантастический андаун. Вечеринка с фейерверками прет уже вовсю. Нажимаем вот на эту вкладку, и пошла жара! Ночной светлячок. Это просто костюм. Приобретается за донат вот такой прикольненький, ну, забавный, забавный костюмчик. Это первая вкладка. Вечеринка с фейерверками. Чё это такое? Это салют, ёлпалы! В самом начале видео ты уже его видел. Плюс, плюс, плюс. Здесь надо жать вот это. Поделись, чтобы получить. Делаем вот так вот просто сохранить. Пофигу куда. И во вкладке с наградами должна быть награда в виде купонов. Я её уже вытащил. Следующая вкладка. Драгоценные моменты. Это просто задание. Элементарные, ёлпалы! И за каждое задание, да, тебе дают, значит, вот такую коробочку подарок. Плюс медальки, за которые ты будешь затариваться в магазине этого ивента. Весенний магазин. В самом низу, посмотри. Но к нему мы подойдём попозже. Что за задание? Подготовка к вечеринке с фейерверками. Начинается всё на замечательной пристани. Там, где по вечерам запускают фейерверки. Вот такая бабуля. Она, значит, ей говорит, я фотокамеру потеряла, да? Иди мне её найди. Ныряем. Находим. Всё. И она нас начинает отправлять, фотографировать всех подряд. Каждый день добавляется по одному новому заданию. Сразу мы фотографируем Кэтрин. Кэтрин. И вот сейчас я уже делал фото Шерри. А следующий у нас Кейн Ёлпалы. Фото на память. В общем, ты понял, да? Потом будет Матильда. Значит, 24-го Тан. 25-го. Фото на память фейерверки. Я так понимаю, тут надо будет салют именно фотать, да? Фото на память у озера. В общем, ясно. Простенькие задачи. И что, и что, и что? Награда. Монетки. Подарочки, да? Прокачка нашего персонажа. Ресурсики. Всё как надо. И самое интересное, значит, это два вот этих подарка. Один ты получишь за три задания выполненных. Финальный самый крутой подарок получишь, когда все семь выполнишь. В финальном, соответственно, рамка, да? На память. А здесь у нас титул. Летние фейерверки. Ну, плюс-плюс куча всякого говна. Важного говна. Давай сделаем фото на память с Кейном. Фото на память, Кейн. Если на него дважды кликнуть. Оп. Оно вот так у тебя вылетает, да? Отследить миссию и готово. И побежали. Всё. Подбежали, сфотали его. На фотоаппарат нажимаем и видишь, вот он выделяется. Чик. Готов был, ёлки-палки. Подарчик вскрыли. И это было третье задание, да? Я прямо сейчас получаю титул. Что-то там, да? Летние фейерверки. Набор для модификации. Ну, короче, нормалды. Это такая лёгкая халява, что прям вообще. Уже даже можно дальше Матильду бомбить. Они все тусуются в лагере воронов, да? Поэтому это изи. Следующая вкладочка. Летний фестиваль. Это надо готовить жратву и отдавать, значит, друзьям. Нажимаем вот так на рецептик. И я уже научился готовить, да? Если ты ещё не умеешь, тебе здесь напишут, что надо делать. Надо готовить эти блюда и отдавать друзьям. В сутки можно до пяти вот таких подарков получать. Давай сделаем подарок. Ну, к примеру, Андо. Отдаём яблоко в карамели. Оп! И почему же не отдаётся? Всё очень просто. Небольшой баг, небольшой косяк, но... Нажми вкладочку любую. Вот этот подарок, цветочки, без разницы. И что-нибудь вот здесь напиши. Хоть одну букву поставь. Потом назад вернись. На эти яблоки в карамели, колотый лёд и такаятель. И... О да ну да, великая вода. Подарок отправлен, ёп. Ха-ха-ха. Класс? Класс. Отправил, получил шкатулочку. Сам в шоке. Дают рандомом, соответственно, да? Чё тебе выпадет? Самое ценное, чё может выпасть, это защитный сплав и справочник аксессуаров. Слушай, это круто, это круто. Теперь давай подарим Ринари. Всё так же, да? Нельзя использовать, попробуй что-то другое. Здесь что-то надо написать вот в этой вот вкладке, ты понял, да? Есть второй способ. Тебе просто надо переключить английскую раскладку в игре, да? И готово. Ну как бы, да, вот этот способ, он попроще-то будет. Оп, подарок отправлен. И так пять раз в сутки можно. В общем, с механикой передачи разобрались, да? А теперь как же их приготовить? Дикие ягоды с особым сиропом. Это яблоки в карамели. Со льдом колотый лёд. Ну и две муки. И спец соус этот. Такаяки. У меня рюкзак для еды переполнен, поэтому я не могу сейчас сделать. Дикие ягоды. Собираешь их просто где угодно. Они везде, короче, есть. Мука. Вот так выглядит мука. Где её можно приобрести? Столовая твоего клана или лагеря. Вот она мука, я её уже купил. Так же муку можно приобрести. Идём. Рынок, магазин, воронов, ингредиенты. И вот она мука. Покупай, сколько влезет, ёлпалы. А где приобретать эти уникальные? Собственно, весенний магазин. Особый соус, особый сироп, особый кубик льда. Когда приготовишь один раз, у тебя изучатся рецепты. Они у тебя будут прям в самом-самом конце, да? И сразу такой очень крутой лайфхак. Готовить поначалу только надо. А дальше просто со своими друзьями будешь передаваться. Ты мне, я тебе. Тип того. Потому что все выполняют это задание. И тебе будут приходить вот эта вот еда уникальная, ёлпалы. Во вкладке, соответственно, да? Награды. Будет всё лежать. Потом переключаемся во вкладку друзей. Оп. И готово. И вот она пошла жара. Нажимаем верни подарок, ёлки-палки. Нажимаем на подарок. Выбираем игрока. Здесь что-нибудь насрать пишем. Подарок доставлен. Открываем. Титул надо обязательно использовать, да? Тогда он разблокируется у тебя. Да, еда это временная, соответственно. Через 11 дней она уже исчезнет. Поэтому, поэтому. И да, эту еду ещё можно использовать и жрать. Повышает скорость сбора на 15. К примеру, яблочки в карамели, да? Колотый лёд усиливает уменьшение урона от врагов на 15. Атакаяки увеличивают урон по врагам на 15. Слушай, забавные, забавные рецептики. Чё есть, то есть. Ну и финальная вкладочка. Летние встречи. Это задание. Причём, посмотри вот сюда. Сброс всех миссий через 3 дня, да? Конечно, постарайся выполнить все. Но как бы как получится. Задание вообще элементарное. Подарите деликатесы, да? Вход в игру. Пройти затерянный город. 15 подарков вручил я. Ну и т.д. и т.п. Ну есть такие вот как авиабаза. Постоянный поставщик. Задание, да? В клане. Вечеринка у костра. Давай вот сделаем прямо сейчас вместе с тобой постоянный поставщик. И чё, и чё, и чё за награды-то? Ну всё те же. Медали фейерверков. И плюс дополнительно ещё не слабые такие награды, я тебе скажу. Ёлы-палы. И да. Оп, особый соус, да? То есть даже и в магазине тратить не надо на этот соус ничего. Вот в этих подарках надают кучу всего. Давай забираем этот беспредел. И сразу открываем. В общем, очень-очень простое событие. Прям до безобразия. Мы заберём с тобой полностью весь магазин. Наш постоянный поставщик. Нажимаем перейти. Это задание в лагере. То есть можно даже не заморачиваться, да? Если ты какое-то задание не знаешь. Просто нажми перейти и готово. И тебя уже отправляет туда, куда надо. Невозможно принять миссию в данный момент. Почему? Потому что она ПН, СР и ПТ. Ёп. Ха-ха-ха. Да. Понедельник, среда, пятница. Ну а сейчас как бы, да? На момент выхода этого видео. Сейчас воскресенье. Ёл-пал. Миссия поселения выполнена. Три из пяти, шесть из семи. Вот это мы можем. Это, к примеру, поселение мусорщиков, да? А что значит дуэт и соло? Ну, соло это когда ты соло делаешь. А дуэт, это значит, вот, видишь? У меня в данный момент Андо. Игрок Андо, да? Я от него принял типа дуэт. Но, хочу тебе сказать, что я принял прям перед записью видео. А все задания, которые были выполнены, здесь у меня никого не было, ёл-пал. Никого. Воп. Дуэт, миссия поселения выполнена. Я просто сделал патрулирование крепости. Серьезно? Да, серьезно. В общем, ты понял, да? Стандартно проходишь расписание. Затерянный город, заказ аванпоста, миссия поселения и патрулирование крепости. И все, и здесь ты все нафиг закроешь. Ну, и плюс задание лагеря, да? Типа вечеринка у костра, видишь? В общем, это легко. Как и авиабаза. Перейти. Просто нажимай, перейти, и готовый был. Авиабаза. Обожаю этот режим. Че это такое? Певи-пей, ёл-палы. Победа. Соло-режим авиабаза пройдена. Ну, и последняя вкладка, самая вкусная. Весенний магазин. Слушай, нам надо отсюда все забрать. Набор сплавов, конечно, надо забрать. Если пока тебе не нужны эти справочники, да? И вот эта штука. Ну, потом будет нужна. Особый сироп, соус, кубики льда. Первый день я купил. Дальше покупать ничего не надо. Их и так дают. Чертежи аксессуаров. Забираем это. Забираем. Блин, это все очень круто. Это нас с тобой прокачивает. Ваза. Ну, давай поменяем эту вазу, ёл-палы. Одну штучку. Мешочек серебра. Одна монета. Сто серебра, да? Их бесконечно можно выкупать. То есть, куда, куда, куда девать ты будешь эти медали фейерверков, когда все, все, все сделаешь, да? Вот эти мешочки с серебром покупаем и все. Ну, допустим. Десять. Оп. И используем. Это косарь. Шикарно. Мне кажется, это вообще огонь слушает. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился или был полезен, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался? Подписывайся на канал. На ютубе, на рутубе, яндекс, дзен и вк. Смотри там, где тебе удобно. Качай эту шикарную игрушку. Не забывай вводить мой код автора. Получишь дополнительно серебро и скинчики. Поможет при старте игры. Ну и удачи тебе. Пока-пока. Продолжение следует.